Вот мы находимся с вами с только что написанной картиной, которая называется «Зимняя роза». Наш учитель Клод Мане, когда разбогател после руанских соборов, он купил себе сразу имение Жаверни во Франции и засадил это своё, как бы, жилище огромным садом с цветущими растениями. Почему он это сделал? Потому что он писал цветы в определённом состоянии. Осень, зима, лето, весна обнимали вновь переходящие друг в друга растения, и он показывал состояние природы. И как результат вот этой природы, солнца, падающего на цветы, они или расцветали, или завидали при холоде. В данном случае у нас зимка, вот такая конец ноября, начало декабря, цветы распустились, полу распустились, и они даже не ожидали, что морозец их, как сказать, перестанет их, прекратит их цветение. И они вот так прижались друг к другу, продолжают благоухать, но снежинки уже падают, ветер уже их шатает. Они, как сказать, прекратили своё цветение, но при этом остались вот такими вот красивыми и, как вам сказать, больше ароматными, чем расцветающими. В данном случае нам надо сохранить состояние природы рядом с цветами. И посмотрите, края форм отсутствуют, да? Черенки то проявлены, то пропадают в световоздушной среде. Некоторые листья уже опускаются. Нам надо показать состояние, когда мы кутаемся в шубке и в одежде, так, а цветам приходится увядать.